всем привет сегодня у нас с вами актуальная тема для весны и звучит она так как создать базовый или по-другому капсульный гардероб за 10 шагов сейчас у нас с вами переходный период от зимы к весне это прекрасный момент для того чтобы пересмотреть свой гардероб и существенно его обновить поэтому первый шаг с которого мы начинаем это непосредственно разбор гардероба я не буду на нем останавливаться слишком подробно если захотите я сниму отдельное видео о том как правильно разбирать гардероб как сортировать свои вещи и как их хранить тогда напишите мне в комментариях но пока что я остановлюсь на том что первое что вы должны сделать это убрать с глаз долой все сезонные вещи которые относились нас к осенне-зимнему сезону что-то из этого просто спрятать подальше чтобы это вас не отвлекало что-то отдать в чистку в ремонт и так далее для того чтобы к следующему сезону вы уже были полностью готовы и дальше мы начинаем с вами отсматривать вещи из текущего сезона на весну и лето и анализировать их насколько они соответствуют нашим текущим потребностям для этого вам нужно определиться с как минимум тремя определениями того как вы хотите чтобы ваш имидж воспринимался окружающими людьми напишите эти определения например где-нибудь на листочке для того чтобы в дальнейшем сверяться с тем насколько вы соответствуете своим личным целям и желаниям какие-то могут быть определения например вы может быть хотите выглядеть женственно романтично и нежно и тогда это будет один гардероб или же вы хотите выглядеть современно трендово может быть даже как-то немножко жестко с каким-то авторитетным напором быть может это актуально для вашей работы тогда это будет уже другое настроение гардероба так или иначе эти определения помогут вам дальнейшем и на шопинге и на самой сортировки. Шаг номер два – это анализ образа жизни. Как вы понимаете, у всех нас разные образы жизни, мы живем по-разному, поэтому не может быть одного универсального гардероба, который будет подходить всем одинаково. Как примерно может выглядеть ваша шкала, ваш график образа жизни? Ну, допустим, основную часть времени вы проводите на работе, и у вас офисная работа, и соответствующий дресс-код, даже если он более или менее свободный, все равно это определенные позиции в вашем гардеробе, то есть он уже не может состоять в основном, не знаю, из джинсов и толстовок. Или же вы мама, молодая мама, и основную часть времени проводите с семьей или с ребенком, тогда это будет уже другой гардероб. Для чего мы делаем такой анализ? Для того, чтобы опять-таки реалистично смотреть на ситуацию. Ну, допустим, вы каждый раз идете в магазин, и каждый раз покупаете туфли на шпильках, но при этом вы молодая мама, и вы понимаете, что у вас всего лишь 5% времени в году, когда вы можете эти туфли надеть. Как вы понимаете, если мы носим основную часть времени кроссовок, значит и расширять свой модельный ряд нужно через кроссовки, а не пытаться внедрить в свой гардероб то, что не будет соответствовать образу жизни, и, соответственно, не будет вами носиться и не будет использоваться. Шаг номер три. Мы должны определиться с ключевым базовым цветом. Ну, желательно, если вы до сих пор не занимались созданием своего базового капсульного гардероба, желательно, чтобы этот цвет был один. И я расскажу на примере черного и синего цвет. Вы можете выбрать либо черный, либо синий. Ну, конечно, здесь нет исключений. Ваш базовый цвет может быть любым, но я поговорю про черный и синий, потому что они всегда легко находятся в магазинах, они всегда есть в продаже. И еще потому, что это спорящие друг с другом цвета, то есть вам будет сложно их подружить, и исключение составляет только джинса, то есть джинсовые комплекты, джинсовую одежду, точнее, мы можем сочетать с вещами черного цвета, но если говорить о, например, синих брюках, то они уже с черным пальто будут смотреться не очень хорошо. И, как правило, черный базовый цвет подразумевает цвета монодроп, так называемые, то есть это когда мы используем ахроматические цвета в своем гардеробе и еще вносим всего лишь пару дополнительных цветов, например, это может быть коричневый цвет, бежевый цвет, например, цвет хаки. Если вы выбираете основным синий цвет, то уже вы можете себе позволить огромную цветовую палитру, потому что синий цвет сочетается почти со всеми остальными цветами. И когда вы выбираете свой базовый цвет, конечно же, отталкиваетесь не только от того, что вам нравится, но еще и желательно от того, что вам все-таки подходит к вашей внешности, ну, например, если у вас холодный цветотип и типичная внешность для нашей полосы, это русые волосы, это светлые глаза, то, как правило, цвет неви, темно-синий будет идеально подходить вам, вашим глазам, и вы сможете идеально вписать его в свой гардероб и дорого и статусно его носить. Если же у вас яркий, темный колорит внешности, то черная палитра, черная-серая тоже будет отлично смотреться на вас. Ну, и наверняка сейчас многие спросят, Алена, у вас что цвета тип зима, вы почему наносите черный цвет? Здесь есть исключения, и эти исключения из разряда ваших лично вкусовых. Я не люблю цветные вещи, это случилось со мной два года назад, я резко разлюбила разноцветные вещи и стала носить в основном такую цветовую палитру, мне в ней комфортно, и мне все равно, как это влияет на краски моего лица. Но я могу точно сказать, что, конечно, цвет неви или цвет голубой будет на мне смотреться лучше, то есть будет подчеркивать естественные краски моей внешности. Но я здесь кое-чем жертвую. Этап номер 4, или шаг номер 4, мы с вами должны выбрать свою нейтральную базовую палитру, то есть мы уже выбрали основной цвет, это может быть черный или синий, или коричневый, если вам нравится, может быть цвет какой угодно, но я буду возвращаться к черным и синим, мне так будет проще вести линию своего видеоролика. И уже к этим цветам мы выбираем дополнительные. Ну, например, для черного, конечно, идеальным будут все ахроматы, все. Это белый, черный и серый цвет, также можно вписать сюда красный цвет, хаки и винный чуть-чуть, но иногда еще немножко голубой. К синему цвету, повторюсь, с вашими нейтральными цветами может быть намного более широкая цветовая палитра. То есть, если, например, у вас есть базовая синяя юбка, базовые синие брюки и базовое синее пальто, то вы уже можете выбрать большое количество разноцветных наверх вещей, ну, не разноцветных, а вещей другого цвета, которые будут как бы дополнительными к вашей базе. Этап номер пять. Мы выбираем акцентные вещи и акцентные цвета. Акцентный цвет – это тот, который идеально подходит к вашему лицу, и здесь желательно знать как раз особенности, характеристики своего цветотипа. Ну, например, если вам идут пастельные какие-то холодные оттенки, допустим, мятный цвет, светло-голубой, то, соответственно, в вашем гардеробе может появиться мятная блуза, голубая рубашка, какой-нибудь лавандовый топ. В общем, все то, что сможет дополнять вашу базу, которую вы уже должны были продумать к этому моменту, то есть базовый ваш цвет. То есть, допустим, вы уже выбрали к своим каким-то вариантам низа в базовых своих цветах дополнительные нейтральные, например, это может быть белая и серая футболка, и вы добавляете еще светло-розовую футболку или рубашку, если вам нравится цвет, например, желтую, ну и какую угодно, все, что будет сочетаться с вами идеально и все, что будет подходить к вашему низу. И также к этому пункту можно отнести выбор и принтованных вещей. Например, если вы купили в свой гардероб несколько базовых однотонных футболок, то вы можете добавить одну или две футболки с интересным принтом, который, например, вы будете носить с повседневными брюками или с джинсами, или вы можете добавить какие-то яркие акцентные одну или две или три, ну, в зависимости от ваших вкусовых предпочтений, рубашки или блузы. После того, как вы определились своими ключевыми цветами, выбрали базовые, выбрали нейтральный, дополнительный и выбрали акцентный, то вам необходимо составить шоп-лист. Здесь нужно как раз вернуться к тем вещам, которые у вас остались после сортировки гардероба, проанализировать их, посмотреть, насколько у вас эта капсула покроется тем, что уже есть, может, у вас уже достаточно, например, базовых вещей, тогда вам нужно докупить только акцентные или, например, наоборот, у вас много акцентов и нехватит, базы, в таком случае вам нужно будет акцентироваться именно на этом. И помните, что когда мы создаем шоп-лист, мы должны ориентироваться обязательно на свой образ жизни и непосредственно на те впечатления, которые вы хотите производить на окружающих людей, об этом тоже не забываем. И дальше вы точечно уже начинаете прописывать те позиции, которые вам не хватает. И мы с вами отправляемся в магазин, у нас шаг номер 7. В магазине первое, что вы должны сделать, это подобрать для себя один, два или три варианта низа. Ну или, например, если у вас уже есть в гардеробе хорошие варианты низа, это могут быть брюки, это могут быть джинсы и юбки и шорты, то в таком случае вам нужно пару самых носибельных вариантов, тех, которые вы любите больше всего, взять с собой в магазин и примерять уже остальные вещи именно с ними. Если же у вас с этим проблемы, то тогда мы выбираем что-то в магазине. Ну, например, вы берете белые джинсы, синие брюки и дальше мы уже переходим к шагу номер 8 и подбираем к ним несколько вариантов верха. Опять-таки, помня о том, что у нас уже есть, чтобы не покупать лишнее и желательно даже, чтобы у вас был список того, что вы имеете или фотографии того, что вы имеете, для того, чтобы не покупать вещи-клоны, вещи-дублеры того, что есть уже на данный момент в вашем шкафу. И подбираете именно к этим вариантам низа несколько вариантов верха, для того, чтобы сразу смотреть, насколько эти вещи сочетаются друг с другом. Таким образом, вы сможете избежать хаотичных покупок и не набирать лишнего. И самое главное, что вы не будете покупать то, что точно не будет ни с чем сочетаться, потому что, что делают все стилисты? Они подбирают комплекты, мы не подбираем вещи просто так, отвлеченно от всего остального. После того, как вы выбрали несколько вариантов верха, это могут быть футболки, рубашки, блузы, джемперы, стопы, все что угодно. Тогда уже мы переходим с вами к шагу номер 9 и подбираем второй слой. Соответственно, тоже к тому, что у нас уже сформировалось. То есть, у нас уже небольшой фундамент сформировался. Это какой-то вариант или несколько вариантов низа, верха, которые все мы проверили, что они друг с другом сочетаются. И дальше мы можем снова отправиться в магазин и присмотреться к тому, какие жакеты, бомберы, куртки, тренчи или пальто мы можем к этим комплектам добавить. Соответственно, нам нужно смотреть и на форму, и на цвета, чтобы все это идеально сочеталось, опять-таки, подходило друг к другу. После того, как вы выбрали несколько вариантов второго слоя, мы переходим к последнему завершительному этапу. Это шаг номер 10. Самый последний момент. Мы смотрим с вами необходимые аксессуары и обувь. То есть, мы никогда не мечемся в магазине в непонимании, что же нам нужно. Исключения составляют только те моменты, когда у вас уже полный готовый капсульный гардероб, и вам действительно нужно обновить только какие-то мелочи. Если же вы создавали свой капсульный гардероб с нуля, то обувь и аксессуары покупаются в последнюю очередь к тому, что вы уже выбрали из одежды. То есть, вы покупаете их тоже не просто так отвлеченно, потому что вам вдруг захотелось, или вдруг понравилась эта сумочка, или вдруг понравились эти бусики. Нет, вы покупаете аксессуары и обувь к одежде. Для того, чтобы выбрать для себя обувь грамотно, нужно опять-таки возвращаться к пункту номер 2, к вашему образу жизни и смотреть на него реалистично. Например, насколько вы готовы носить каблуки, или, например, для вас это вообще не актуальная обувь. Или же вы можете рассмотреть для себя какой-то переходный средний вариант. То есть, например, это будут туфли, но на невысоком каблучке. И тогда вам не следует заходить даже в тот отдел, в котором продаются туфли на шпильках. И второй момент, который важен в выборе обуви, это, конечно же, ее актуальность, потому что, хоть я сто раз об этом говорила, но еще раз повторюсь, что именно обувь всегда выдает, насколько вы движетесь в духе времени, насколько вы современно одеты, насколько вы статусно выглядите. То есть, это очень важный момент, и нельзя его списывать со счетов. Для того, чтобы здесь не попасть в просак, старайтесь почаще смотреть, какая обувь сейчас в тренде, тем более, что есть много информации на эту тему. Ну и когда вы выбираете аксессуары, соответственно, тоже здесь уже можно немножко больше себе дать воли и свободы, и ориентироваться на то, что нравится лично вам, на то, насколько вы романтичны по натуре, или, например, вам вообще неинтересны украшения, и тогда вы будете стремиться к какому-то минимализму, и возьмете несколько совсем базовых украшений. Но обязательно все примеряйте и проверяйте, чтобы ваши украшения, ваша обувь не спорили с тем комплектом или с теми комплектами, которые вы уже собрали. Ну и шаг номер 11, который не звучал в теме данного видеоролика, но все же я об этом скажу, что после этого вам нужно внедрить эти вещи в свой гардероб и в свой образ жизни, перемерить все купленное с тем, что у вас уже есть на данный момент, и носить это с удовольствием. На сегодня все по поводу капсульного базового гардероба. Если вам интересно, например, посмотреть на мой личный гардероб, то напишите мне в комментариях, я тоже сниму об этом видео и покажу, как я выстроила свою капсулу и как она у меня будет выглядеть этой весной. Если вам было полезно это видео, то очень прошу поддержать его лайками и подписывайтесь на мой видеоканал. Сейчас видео выходит регулярно и будет еще очень много интересных тем. Всем хорошего дня и до новых встреч!